На улице дождь и слякоть, и температура близкая к нулю, а на Мельничной жарко. В спортивно-оздоровительный комплекс пришел газ. Мы наконец-то запустили газовую котельную. Газ в трубе у нас уже давно был, но ввелись подготовительные работы. И в итоге вчера, 10 октября 2018 года, состоялось зажжение огня. Программа газификации спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная» стартовала почти 8 лет назад. И вот наконец-то вышла на финишную прямую. Три компактные котельные обеспечат теплом три основные объекта базы. Котельная номер 3, на которую пришел газ, работает для здания проката. Котельная 2, на которой завершаются монтажные работы, будет создавать тепло в здании для секции. И котельная номер 1, самая большая, будет обогревать гостиницу. Но заработавший газопровод не единственная новость. На комплексе полным ходом идет ремонт горы разгоном. После ремонта гора не изменится визуально. То есть она какая была, такая останется. Если отмотать немного назад, по хронологии, мы заказали акт обследования, после которого стало ясно, что часть элементов выполнены из стали, которые нельзя применять в минусовых, ну, в отрицательных температурах. Для того, чтобы у нас все соответствовало, чтобы техника могла спокойно работать, и не было никаких нарушений и опасности, что будет что-то сломано, ну, или даст какой-то сбой. Вот, был составлен проект, выполнена смета, и сейчас подрядная организация выполняет работу по замене конструкции из кипящей стали. Главный исполнитель ремонта – предприятие ВСМПО «Строитель УКС». Каждую неделю расширенная комиссия, куда входят представители ВСМПО и подрядной организации, мониторит график выполнения работ, решая возникающие проблемы в режиме онлайн. Металлоконструкции, которые подлежат демонтажу, порядка 80 тонн. Сейчас идут работы по демонтажу. Ну, к сожалению, погода вносит свои коррективы в соответствующие, негативные, скажем так. Ну, стараемся работать. Далее, после демонтажа приступаем к монтажу новых металлоконструкций. Антикоррозийная защита будет производиться на базе УКСА. Изготовление металлоконструкций новых тоже осуществляется на базе УКСА. Соответственно, после чего будет осуществлен монтаж. Еще один пункт восстановления горы – ремонт ее фундамента. Демонтаж участков, вышедших из строя, и заливка нового прочного основания. Последним штрихом станет новый деревянный настил. Строители планируют сдать объект к Новому году, сделав замечательный подарок всем любителям горных лыж и сноуборда. К Новому году лыжники получат еще один подарок от корпорации. Главная лыжная трасса выйдет из сумрака. Специалисты цехов 6 и 19 ведут монтаж элементов новой линии освещения. Протяженность освещения – это та же самая протяженность, длина лыжерольной трассы – 2 километра. Ну, как вы видите, на стартовой поляне у нас освещение как идет в одну сторону, то есть по ходу старта, так и по ходу финиша, потому что мощность освещения одного светильника не позволяет осветить всю стартовую прямую сразу. Три столба по ходу старта имеют по два светильника, поэтому параллельно будут освещать еще и гору от катки лыж, которую создали на Мельничной в прошлом году. Освещенная трасса сделает лыжные прогулки и тренировки более комфортными и безопасными.